Значит, вот, братья и сёстры, дорогие друзья, всех, кто, значит, снова включился, приветствую. Видите, у нас тарел уже меньше стало всего. Это о чём говорит? Что время прошло. Да, что время прошло, что поели, да, было всё вкусно. Спасибо, огромное спасибо сёстрам, спасибо братьям, всем. Вот, и спасибо огромное всем, кто там, может, себя узнаёт кто-то, допустим. Вот, может, кто-то из вас тоже принимал участие в служении. Как это называется? Точно называется, вот, Благодина, как это? Христианская миссия «Новая жизнь». Христианская миссия «Новая жизнь». О, вот, чтобы знать, как бы, вот это вот, да, благотворительное христианское миссия «Новая жизнь». Потому что Центр Пробуждения – это, как бы, это такое церковное будущее. Церковное, а вот именно... Подразделение. Да, подразделение, как бы такое служение, важнейшее одно из служений, и вот как, если кто, вот если говорю сейчас тоже к зрителям, если кто одессит или гости Одессы, вот вы если приедете на столбовую 19А, значит, и вот вы зайдете в эти двери, значит, церковные, то, значит, вы увидите, прямо на входе, вот такая там стоит такая вещь, и там написано, значит, как бы, видение, что ли, или как назвать это, планы церкви, да, как бы, или направление, какие-то идеи церковные, ну, это очень хорошо, к примеру, я приехал первый раз, допустим, да, откуда мне знать, чем вы занимаетесь, допустим, а здесь сразу раз почитал, вот вы хотите там приют там организовать, там, столовую, там, туда-сюда, 5-й, 10-й, то есть я уже, как бы, уже в курсе, чем вы занимаетесь, вот, и даже если там на служении я что-то пожертвую, я уже знаю, что это не в песок, а что это в пользу, вот, значит, и, слава Богу, сегодня тоже вот кто-то пожертвовал, там, допустим, там, и рыбки там, цитрусов на столе, тоже у ребят, тоже вот здесь вообще, слава Богу, то есть, как бы, Господь, видите, через людей, да, вот, Он производит такие вот действия, через, иногда через ангелов, конечно, Бог может вот такие совершать, такие удивительные вещи, вот, как мне рассказывали старые верующие, старые присядники, еще, значит, с Днепропетровщины, во время войны, еще, второе, значит, когда там, их село, значит, то под немцами, то под советскими войсками, то есть, ну, непонятная такая была ситуация, значит, и обстреливали все, и другие, значит, и, короче, люди, как бы, не могли даже из дому куда-то там, исти на поле, и вот, семья, многодетная верующая семья, они выжили, они всю зиму прожили на одном ведре картошки, то есть, Бог сверхъестественно умножал, маленький, младший сын, в потку залезал, набирал там немножко видеоролик, ну, немножко картофелин, выносил, значит, они готовили, ели все, и шкурки, все, 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 потому что, прожили, не было, вот, значит, и, потом, через, там, недельку, или, там, были больше, похватились родители, что, как бы, уже должно закончиться давно уже, значит, и поняли, что это чудо, и они даже, мы, ну, родители, и даже боялись даже туда заглядываться, вот, посылали дитё, значит, молились, плакали, молились пред Богом, значит, и вот, посылали дитё туда, за картошкой и вот, всю зиму, значит, прожили на одном ведре кучу детей, большая семья, вот, видите, Бог иногда даже такие вот чудеса делает, Он умножает, допустим, ну, это, ну, это экстренные такие какие-то ситуации, а вообще, естественным образом, Бог хочет благословлять через, вот, естественный образ, вот, ну, вот, через друг друга, нас благословлять, через человеков Он хочет сделать, то же самое к покаянию, Бог может привести через сверхъестественное вмешательство, может, конечно, и Он это делает, но да, пожалуйста, но Божья совершенная воля в том, чтобы люди вложили не видевшие, но уверовавшие, но совершенная воля в том, чтобы люди покаялись не через, а явление ангелов, допустим, да, значит, там, или, или гром среди ясного неба, да, а чтобы через веру, а вера, чтобы рождалась через Слово Божие. Ну, вера отслышана. Да, вот это Божье чудо такое, оно, как бы, естественно воспринимается, да, вот, и вот, спасибо Богу за всё, спасибо за угощение, спасибо Богу за, за всех, кто, так или иначе, вот, приложил руки свои, приготовить это одно, но было бы из чего, да, допустим, то же самое, да, было бы из чего хозяйка приготовить, вот, как говорится, там, по амбарам поскрести, по суперкам помести, значит, там, как бы, да, вот можно что-то намести, но хорошо, когда, значит, есть, что, значит, плодовочные есть, что, значит, там, сейчас, у нас и рыбка есть, значит, да, слава Богу, вот, то есть, как бы, Господь благословляет. И вот, и, вот, также в церковной нашей, вот, действительности, да, Бог совершает чудеса, да, совершает чудеса, очень часто Он чудеса совершает через, вот, естественных, вот, обычных наших братьев, сестёр, обычных людей, вот, и мы должны просто выразуметь, что это тоже чудо Бога, это не просто, там, вот, допустим, значит, там, вот, что-то я получил естественным образом, да, а что-то, благодарение Богу за всё, благодарение Богу за то, что мы, кажущееся нам вполне естественным, нормальным, обычным. Не верующий человек, он думает, что всё это, как бы, само собой разумеется, вот, а человек верующий, он и разумеет, что здесь во всём рука Божья. Слава Иисусу Христу! Спасибо, Господь, за хлеб нашу сущность, спасибо, Боже, за всех, кто и приготовлял всё это, Господь Божий, и тех, кто жертвовал, Господь Божий, и продукты питания, Божий благоставлял, и, Господь, и финансово участвовал, Боже, благостави, Господь Божий, воздаем, Боже, за их лаборату, Господь Божий, щедрость, Божий, их открытые сердца, благостави, Господь, ещё более, и прошу тебя во имя Христа Иисуса, также благостави их семьи, их дома, Господь Божий, Как ты говоришь, ты устраиваешь дома, Господь Божий Те, кто Господь действительно боится Тебя, Господь, и делает Угонные Тебе дела, Божие, благостави Господь их во имя Иисуса, аминь Аминь И сегодня уже ночью Пастор Федоров возвращается сюда И выезжает обратно Вот в Одессу И он попросил сегодня тоже На Бидерской Пару слов тоже о служении А завтра Добро пожаловать Не совсем будет у нас служение Это будет однодневный семинар Один вечер, шести часов И я хочу В сжатой форме рассказать О том, что Происходило в истории христианства Расскажу кое-что очень важное А сейчас Чем хочу подытожить В конце Были Служения На собрание Я в конце Помните Рассказал про мальчика Которого Бог сбил Я сбил, а Бог его воскресил И исцелил его очень быстро Вы знаете Это Самое было для меня Такое просто Как говорится Снопшибающее Просто Происшествие Самого И когда Еще услышал голос Который спрашивал Ты это видел Только громко Три раза Спрашивал меня А потом Тот же голос громко сказал Вот так будет И с церковью И все И больше ничего не говорил И вот до сего вечера Ничего не говорил И самое интересное Когда голос Прозвучал Ну даже если Первый и последний раз В моей жизни Это вот так вот Честно говоря До сих пор Соколи прошло До сих пор Так в Украине Какого захватить Потому что Это на самом деле Это как бы Не знаю Я Ну под впечатлением А самое главное Не просто эмоционально Да А вот духовно То что Представьте Тогда Когда я пацана Придерживал Мальчика Вот Сзади голову Придерживал Значит Потому что у него была Голова разбита Вот значит И значит Дырка Ну это кости разошлись Ну как сказать Арбунс Вот я сравниваю Переспелый Да Лопается Трескается Да вот так И там мякот наружу Да вот Вот у него с головой Такая же была вещь И значит Я придерживал Чтобы он Ну что Я честно говоря Боялся Что дальше разойдется Как бы значит Ну как бы И оттуда выпадет Что значит Поэтому я придерживал Косточки эти Вот значит Да и он сам Грязными руками Он туда лезет Значит Не дай бог Что мозги почешет Чтобы у меня как-то Было не по себе Поэтому я придерживал Чтобы он значит Не залез туда В эту дырку Значит туда Себе В мозг Я не знаю Ну старший класс Тогда он учился Даже не сад Может быть Я не уточнял Там честно говоря Я был в таком Там следователь писал Следователь писал Что-то я Помню что Старший класс Уже Ну как Ну вот И значит Но у них там Оказалось Что Там приехали Постаршие ребята Которые уже Ну тоже на мрациклах Но они там Ну понятно Уже Постаршие Они с правами Там Как бы Не просто Сами выехали Покататься Вот значит И они По мотоциклу Мы сразу Определили Кто это Значит Знаем мы его Вот Он с такого Села Значит Все А еще Эти пацаны Которые постарше Вот Они рассказали Что Со школы Вот эти ребята Они Сбегали В тот день То есть Вот опять-таки Вот Не послушая Представляешь Вот тоже Да Не слушались Они обманули родителей Получается Все эти ребята Скажут Что пошли в школу А сами В школу Не пошли Кто на мопедах Кто на мотоциклах Они С разных сел Съезжались в одно село В тот день У них был такой Ну заговор уже Значит И значит И они должны были кататься Вот так вот Ну этот мальчик Что он не доехал До этого Гуляния А может Даже Не знаю Ну короче Вот так Все произошло И Значит Ну вот Слава Богу Мне повезло Что Бог был милостей Вот он был Исцелен И Ожил Во-первых Прямо там На дороге А во-вторых Значит Он Был исцелен Вот Сверхъестественным образом Я разные чудеса видел Конечно Очень необычные чудеса Тоже видел Но Вот это Ну конечно Самое такое Было для меня Шокирующее Яркое Да Такое И значит Были и другие моменты Тоже В воскресенье Тоже намолились Там да И исцеление было Ну Это не только Быстрое конечно Как вот в тот раз Вот там С девочкой было Чудо В Киеве На Харьковском Массиве Возле метро Харьковского У нас Утажа упала Там 13 или 14 этаж Высокий этаж Значит И Ну Сидела на подоконнике Так вот И Играла с учебником Значит Там сидела И как сидела Так и упала И там На порожке На Подъезд Выход из подъезда Ну От него почти ничего не осталось Вся Значит У него Все кости поломаны Подвоночник Все там У него выпало Все там Значит Ну То есть Ну Как бы Приехали просто Чтобы собрать Вот Да То что Да Вот И значит Бог помиловал И прямо на порожке На вас кресло Прям на порожке Мы вопили просто К Богу вообще И в Киеве Моливы подключили Там все там Все кто И там На рот Клечал Бопль Такой Мама Уже Ему Сейчас Она на Сумас Потому что Она Клечала Так Вообще Вот Как Бешеная Прям Представляю Дитё Прям Выпало Единственная Дочка Выпала И разбилась Так Вот Она Приупреждала Тоже Не сиди Там Мама Все хорошо Жарко Лето Там Ветерочек От озера Вырвется Там Дует Хорошо Мол Опять С непослушанием Столько Много Связано Вообще Происшествий В жизни И Особенно На Детях Очень Хорошо Видно Вообще На Взрослых Это Не Так Сильно Видно Мы Поумнее Похитрее Но Все Если Приглядеться Каждый Между нас Столько Видно Всего И Потом Удивление Врачей Было Приехали За трупом Она Жива Глаза Открыла Смотрит Все Уже Кричат Как могли И Вот Собрали И Увезли Но Врачи Однозначно Только Лишь Функции Поддерживали Жизнь Поддерживали Жизнь Функции Организма Но Никаких Надежд Не было На Чтобы Она Была Жива Здоровая Было Чудо Через Полтора Месяца Даже Меньше Чуть Больше Месяца Она На Костылях Правда Со Всеми Делами Но Она Была Дом Мама Плакала Профессор С Академии Наук Украинской Туда Привезли Удивительный Случай Делали Операции Вначале Думали В морг Скоро Увезут Просто С родственников Денеж Немного Врачи Сами Признались Но Она Чудесным Образом Стала Исцеляться Чудесным Образом Одно Другое Исчезать Перелом Многочислен Позвоночника Позвонки Стали И Потом В Академию Наук Ее Другие операции Но С них Не взяли Никак Все было За счет Академии Наук Значит Профессор Сам признался Я Атеист Но Это точно Бог Сделал Потому что Она Мама Приходила Плачет Рассказывает Профессор Что Я Атеист Но Я Говорю В храм И Свечку Поставить Потому что Это точно Сверхъестественно Потому что Все Операции Дорогостоящие Большие Сильные Операции Мы делали Но Ни одна Из них Не повлияла На ее Воздоровление Ни одна Из них То есть Мы лишь Констатировали Факт Что Она Сама Собиралась Исцелялась И она Уже С этой Штукой Со всеми Этими Гвинтами Она Уже Была Дома С учебниками И Там Вообще Такое Было Вообще И это Было Не так Быстро Но Это Было Шокирующим Эпизодом Другой Был случай Воскресенье У нас Света Сестричка Поет Ну Она Лидерка Певч Значит И Бомжа Бог Воскресил Прямо В метро На лавочке Выбили Скорую И Мельцинер Подошел Бомжа На фирме Все Брать Подошел Все Констатировал Смерть И ждали Труповоз Народ Столпился А Света Проходил Мимо И она Рассказывала Потом В церкви Что А я Проходил Мимо И Прямо Такой Как Мне Привязали Надо Молиться А сама Света Ни разу В жизни Не молилась За воскрешение Но Переборола Страх Слава Богу Переборола Страх Подошла К мельцинеру И говорит Товарищ Мельцинер Можно Я помолюсь За Человека А он Подумал Что За упокой В церкви Читает В сантре Что Молитва Отходу Ну Помолитесь Помолитесь И все А я Взяла Его Руку И Молюсь За воскрешение И Слышу Сзади Кричат Это сумасшедший Уберите ее Отсюда А хорошо Что она К мельцинеру Подошла Он защитил Не трогайте ее Пускай молятся Говорит Говорит Сам Мельцинер Да А сзади Старики Кричат Уберите Это сумасшедший Он уже умер Врач Констатировал Короче Что-то такое Говорят Я слышу Это И боюсь Но продолжаю Молиться И слышу И вроде как Надо остановиться Но я не остановлюсь И продолжаю молиться И он ожил Бомж ожил И как раз Труповоз Ребята Спускаются С носилками И он Как ее Хвать За руку И так сильно Еле расцепили И он только одно Я не пойму Что он говорит Но он говорит Спасибо 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 И вот пока Оторвали Куда нести Это не труп Дышит Живой Его унесли Куда-то Но то что он Спросил И Света Мне даже Болела Рука Он так сильно Сплотил Мертв И самое интересное Потом уже Рассуждали Когда Света Все рассказала Мы так обсуждали Думаем Надо же Это получается Что может быть Он видел Что-то страшное Может он видел Ад Мы можем Предлагать Сейчас Допустим Может Бог Показал ему Что Куда пойдешь Ты Может дал ему Шанс Ну как бы Покаяться Ну просто Спасибо Не говорят В таких ситуациях Да Вообще Когда с того Света Возвращается Никто Истинно Не остается Все Да Да Возвращай Та камеру Уже Там запишем Уже На Видерских Качков Стивен Спил Та камеру 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 Та камеру